Че-то... Че-то ничего хорошего это не сулит, по-моему. Вот. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У меня холодно, поэтому я буду немножко жмуриться, подергиваться и вообще попивать кофе. Кофей. Ого, две тысячи человек сразу. Вот это старт. Хорошее начало. Хорошая заявка на получение инсайдерской информации, да, сукин и дядя. Шалом, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте поговорим о чем-нибудь, и я вас к чему-нибудь ознакомлю. Я немножко болею, поэтому из дома я не выхожу. И то, что происходило последние сутки, ну, кроме как, адом назвать нельзя, потому что, ну, ад, как известно, это самое холодное место во Вселенной. Знаете, есть вселенная там Хокинга, вселенная Толкина, вселенная Лукаса, а есть вселенная Святого Бога. И вот вселенная Святого Бога есть ад. И ад, судя по тому, что о нем написано, это действительно самое холодное место, потому что в середине ада хуякан в ледяное озеро меч. Так вот, и мне было сегодня пиздецки холодно. Если бы вы посмотрите в окна, то на них появились такие желтенькие полоски. Это все для того, чтобы не дул ветер. Я проснулся вчера, я понял, что у меня изо рта идет пар. То есть, это даже не вчера произошло, это позавчера. Мне было просто как-то инфернально холодно. Я такого холодного не преиспытывал даже на лесоповале в 2006 году, в 2004 году даже под Архангельском. Ну, у меня у бати было такое развлечение возить детей на лесоповал, ну, то есть мы валили лес, потом строили из него всякие домики, баньки, все такое. Ну вот, и да, у меня действительно сквозит. Это жутко. Я заклеил скотчем отверстие, щели в окнах, а дверь на балкон я просто заколотил гвоздями и положил в то место, где самая большая щель зияющая. Просто огромный кусок этого одеяла. И сверху накрыл это все пуфом. У меня был красный пуф такой, знаете, вот, и этот пиздец просто никак по-иному как ад описать нельзя. Ну, давайте, спрашивайте еще. Да, естественно, я простыл, у меня некоторое подозрение даже на грипп и все такое, так что не серчайте. Видео может быть сегодня вечером, может не будет. Передай привет, не буду. Особенно Перми, потому что в Перми, как мне помнится, чувак прошел со скальпелем нахуй. На концерт с стендапа Ларина в Перми чувак прошел со скальпелем. Расскажи о книгах, которые я читал. Они очень познавательные, это не худлит. Ну, я и худлит читал в свое время, но сейчас худлит нет. К сожалению, блять, у меня даже какие-то рассечения пошли на губах, несмотря на то, что с Хованским вроде бы на баттле еще не встретился. Но уже какие-то пиздюлины, серьезно. Да, все от холода, ненавижу болеть. Видео сними про народные методы медицины. Видео про народные методы медицины будет составлять из одного слова. Шарлотанство. Ну или пиздеж. Это какая-то глупость. Знаешь, сколько примеров, когда народными способами лечили детей, в частности, и дети просто помирали. Да, есть способы, где детей спасают. И люди взрослые там ухо заговаривают, там ранку ожог не затягивается, его заговорили. Там старушка какая-то и все сработало. Или там чистотел. Но бывает, что люди дохнут. У меня девушка бывшая, да, как бы я рассказывал уже эту историю, но большинство из вас ее не знают. Она ебалась спиной в детстве, ну, просто упала на спину. И знаете, бывает такой, не можешь вдохнуть, и, ну, так сказать, кашляешь, не можешь вдох сделать. То есть диафрагма там мышц и все такое. И у нее случилось такое в детстве, она жила с крестной. И она сказала, крестной или бабушке, я уж не понял. Типа бабушка, ну, не пиздец, что-то такое в этом духе. Бабушка ей говорит, типа, а ты иди к церкви, полежи на церкви. И эта девочка, значит, пошла, ковуляя на святую землю, полежала у церкви и, значит, отошла, отпустила. Но прикол-то в том, что ее отпустила не потому, что святой бог снизошел до ее юных костей, да, диафрагмы и межреберных мышц, а потому что, ну, просто ей повезло, что отпустила. А могло ведь не отпустить. Пиздец, вот эта крепота. Да, я тебе это и говорю. Пиздец, вот эта крепота, это лучшая характеристика всей народной медицины, особенно медицины, которая связана с религией. Да, вы знаете, что, ну, как только медицинские центры в России начали появляться, попы всячески нападали на нее. То есть, закрыть кафедры, разогнать больницы, проабортарить, сами знаете. Я уж провоцировал-провоцировал, провоцировал-провоцировал, провоцировал-провоцировал православных. Не получилось. Я аборт, аборт за мой счет предлагал девушкам, но, к сожалению, не нашлось претенденток. Многие сочли, что это, ну, такая глупая шутка, но на полном серьезе. Я готов, да и до сих пор готов сделать аборт за свой счет девушке, которая попала в трудную ситуацию. Всем, видимо, стыдно, боятся. На почте, которая звучит как abortforfree, gmail.com, всего несколько писем. В основном от всяких клоунов и идиотов. Блин, ну такое ощущение, что я покосил немножко, как Руслан Усачев или что-то такое. Нет, вроде это. Ларин, бог тебя накажет. Очень надеюсь на это. А то, знаете, жизнь скучная слишком. Когда следующий рейд? Ну, как только будем снимать перескоп VAT, так и будет следующий рейд. Я ходил на почту сегодня, если вам интересно. Я закутывался во все, что только можно и дошел до почты. Но прикол в том, что у меня должно быть прийти три посылки, которые идут уже месяц. Каждая из них идет месяц с Китая. Почта Россия, блядь, ни одного трек-кода не предоставил. То есть предоставлены, но они не работали. Вот, и что значит я получил? Я жду камеру, я об этом уже говорил много. То есть камера, которая называется DJI Osmo. Если интересно, можете загуглить. Это очень крутая хуйня. Интегрированная камера, ручка-держатель и стабилизатор трехосевой. Я продал до хера всей своей техники и купил ее. То есть заплатил деньги. Камера сейчас едет. Я ожидал, что она придет, но нет. Что же пришло вместо нее? Блядь, вот к этому набору не хватает только третьего набора с наркотиками, чтобы я забыл то, что я заказывал нормальную вещь. Что же это такое? Вот вся мелочь, как назло, да, стоимостью по 2 и по 1,5 доллара, она пришла. То есть, что это такое? Вот это, например. Давайте ваши варианты, короче. Что, блядь, вот это такое? Детонатор для бомбы слишком плоско, не прокатит. Давайте ваши варианты. Лазер, микрофон это, нет. Ужас, нет, это не ужас. Микро, вибратор, нет, не вибратор, приятель, тебя кинули, ну не совсем. Микрофон не совсем. Прикуриватель, похоже, действительно. Если вы в машине для лилипутов ездите, градусник, не градусник, да градусник, нет, и не фонарик, не джек. Правильно. Это, ну, как бы, не совсем, выеби меня, кто-то написал после слова джек. Это не совсем джек, это звукосниматель для укулеле. Как это работает? Сейчас я вам покажу. Короче, в укулеле надо сделать еще 2 отверстия. Вот есть укулеле, да. И, соответственно, вот эта херня, да, вот эта херня есть порожек. То есть вот эта ставится вместо вот этого. Снимается струна, соответственно, не сразу, да, вставляется. Потом здесь делается отверстие. Одно, чтобы засунуть этот шнур, а второе здесь, уже под вот эту хуйню. Чтобы укулеле можно подключать было к комбику и ездить с хип-хоп укулеле, с хип-хоп укулелейным рэпом по стране. Подключать его к разным усилителям и так далее. Да, да, хип-хоп укулелейный рэп, это абсолютно новое явление массовой культуры. Буду я сегодня сверлить свою сучку и проделать мне еще 2 отверстия, как вы понимаете. Камера не пришла. Камера где-то едет по Китаю, я так полагаю. А может по России, а может она села в карманах той тетки. Вот. А вторая это, в общем-то, бленда для камеры, которая идет. То есть, все очень плохо с Почтей России. Я уже 50 раз пожалел, что я купил камеру по удаленке. Да, она стоит на 10 тысяч дешевле, таким образом. Но ждать ее месяц, блядь, знаешь, это как-то не очень круто. Переживать, нервы тратить. Камера дорогая, ну какуда, 45. Сколько стоит эта хуйня? Вот эта хуйня стоит, в этой хуйня стоит 2 доллара. Вот. А вот эта хуйня стоит, по-моему, 3 доллара. Да. Но это по-моему сложнее, она весит больше. А знаешь, как мне учил батя, что типа, если что-то весит тяжело много, значит, значит это дорого. Так. Ну, я думаю, разберусь. Давайте ваши вопросы. Может, афинаж сыграешь? Она расстроена сейчас, нет? Да я расстроен, потому что посылка не пришла. Нам с ней не дай афинажа. И даже не добытла цикла. Тян не нужны? Нет, тян нужны в некоторой степени, безусловно. Как стать атеистом? Книжки читай. Но не худлит, конечно же. Ебашный укулеле под хорусом. Да, да, точно. Чувак здесь шарит под хорусом. Задылайное укулеле будет. Будем ебашить какой-нибудь тупой бит. Кстати, это звукосниматель такой, что он позволяет... Ладно, не буду раскрывать. Он может позволять разные вещи. Посмотрим, посмотрим, насколько это будет удивительно. Хип-хап укулелейный рэп. Готовишься к Версусу? Нет, пока что изучаю сцену. Я смотрю, кто есть кто. Что такое рэп? Что такое хип-хап? Что такое батл-рэп? Мне это сейчас, безусловно, очень важно. Если бы кто-то написал книгу, я бы, наверное, прочитал книгу. А то мне приходится залезать в самые грязные места. И свои глаза тратить нервы, время на то, чтобы изучать все это. Я бы с удовольствием прочитал книгу. Я думаю, на Западе есть такая книжка, типа What is the fucking battle rap in Russia? Нет, in Russia, наверное, нет. What is the fucking battle rap? Такую книжку я бы прочитал, но мне, честно, лень ее покупать, скачивать и так далее. Классная футболка. Это long sleeve. Выключи комменты. Какой смысл выключать комменты? Особенность, я не знаю, как это делать. Продай майку. Не, она уже поношенная. Не надо. Я был в Минске в этой майке. Ну, у меня тут Дева Мария. Вот. В кабаке, который называется Пиранья. То есть, Пиранья, по идее, это, ну, рыба такая, да? Но прикол в том, что у бара Пиранья в центре Минска оформление, как у Killfish'а. То есть, логотип Killfish'а, желтый фон, вся эта история. Заходишь вовнутрь, нет, нихуя не Пиранья, Килфиш. Но прикол в том, что, видимо, какие-то законодательные штуки не позволяют им называться Килфиш, поэтому они придумывают название дебильной Пиранья. Но, когда включаешь Wi-Fi-сеть, у них две сети доступные. Это Пиранья и Килфиш Китчен. И я говорю, какой пароль, он говорит, от 1 до 10, до 8. А я говорю, а какая сеть? Он говорит, ну, так, как называется наша сеть. Я говорю, пирань, это, Килфиш, он говорит, нет. И заулыбался. Ну, то есть, видимо, какие-то вещи законодательные запрещают им называться. Вот именно этой франшизой. Версус будет на сцене или в баре? Главное, что не по скайпу, понимаешь? Я не знаю, где, это вообще не принципиально. Я думаю, в баре. Владимир, ты дрочишь? Да. Покажите мне человека, который не дрочит, и я первый кину в него камень. Гоу, ко мне на озерке. Нет, я жил на озерках, у меня хватит. Да, прикольно, но я что-то хочу поменять немножко свой ареал. Как тебе, Хокинг, прекрасный мужчина? Очень электрический, электрический такой. Мне нравятся энергетические мужчины. В Ярославле был, нет, к сожалению, проездом только. Гоу, работать на заводе. Гоу, создавай, запускай станок. Блядь, ты пойдешь в церковь или нет? Пишут. Да ты, чувак, ты смотри внимательно мои стримы. Я же, как тебе объяснить-то? Я же в Беларуси даже стримил с церкви. Мне разрешили походить, но я там постримил еще. Там был святой бог, там была мама его и были его друзья. И была его детская инсталляция. Маленький святой бог и четыре апостола. Два из которых женщины почему-то, я не знаю. Гоу, в Татарстан, пидор. Татарстан, пидор, я не знаю, от какой страны. Во сколько ты встал сегодня? Ну, пару часиков назад, как видишь, еще помят. Вкусный ваи. Че, блядь. Как думаешь, батя Иисус его пиздил? Я думаю, что да. Да, потому что, смотрите, во-первых, потому что он был плотником, да. А плотники, они, ну, такие мужички-то, ух, блядь, особенно первобытные. Они могут, ну, наебнуть, наебнуть там, как это называется, штука, кияночки. Кияночки-то могут по гробинке сыночку. Вот, а во-вторых, ну, раз сын не пошел по его стопам, значит, у него отвращение было к отцу, к его хлебу, к его профессии. Возможно, он был классовым шовинистом. Иисус, он сказал, нет, батя, я не буду колотить столы и кресты. В принципе, мне не нужны кресты, я думаю, что я никогда не столкнусь с крестами больше. Я хочу, я хочу сеять добро и рассказывать людям о том, как превращать там, например, пустые сети в полные сети. Да, возможно, типа, за это отец его попизживал, потом он ушел из дома. Чем занимается, занимался Иисусу 18 лет, то есть, никто не знает. Это действительно, ну, то есть, тайна. Можете почитать, там есть пропасть, 18 лет его существования. Так, батл с Хованским в XXC. Как тебе идея? Я не знаю, что это ХХЦ. Мне сегодня приснился Хованский. Ну, я надеюсь, ты это сменил простыню свою, обделанную. Ларин, а в Вологде будет стендап? Возможно. Приедешь в Москву? Не, не, не приеду. Хованский хороший гомик. Да, гомики все хорошие. Я вообще за то, чтобы гомиков было много. Чтобы все мужчины, ну, не все процентов, пусть 90, были гомиками. Вот 90% мужчин были гомиками, просто натуральными. И я бы ходил, я, возможно, даже руки бы им жал, типа, спасибо, мужик, спасибо. Типа, мне больше женщин останется. Мне надо прикладывать будет так мало усилий, чтобы соблазнять их. Вот просто, знаешь, подходишь на улице и говоришь, знаешь, я натурал. И все. Как бы, обожаю гомиков. Блядь. К батлу готов. Нет, не готов. Гомики натуральные. Натуральные гомики, да, это как... Натуральный... Натуральный... Ну, ладно, не буду развивать эту... Эту мысль. Потому что... Нейчур это все-таки природа. Природа мать. А эту мать, я не дам... Не позволю тебе оскорблять эту мать. Мне их две. Сядь, чувак, левее. Тебя видно... Так, что ли, сесть? Я не понимаю, так? А, ну вот. В Благовещенских ряда стендап. Не знаю. Наверное, после... Чусовое. Нашел свою жену из перископа. Нет, нет, я не пытался. Я там потом... За кадром там остался еще парочку девочек. Которые мне понравились, поэтому нет. Не хлебом единым. Сядь в окно. Да нахуй я в окно? В смысле... А, в другую? А, потому что у вас... Странно, у меня... Вот... Комментарии летят с этой стороны. То есть, у меня они здесь. У меня они здесь. У вас здесь или нет? Напишите, нет или да. У вас они здесь, да? Вот, вот. Видите? Видите, какой это стоит? Юлик Рыжий и общается с Джараховым. Ну, это ренегатство, да, безусловно. То есть, просто... Ну, неформенное предательство. Но Юлик сделал пару шагов и пару поворотов не в ту сторону, к сожалению. Грустно это осознавать. Так очень хорошо. Ларин, давай с крыговорку. Надо же тренироваться. Нет, ну зачем? Зачем же? Давайте лучше почитаем какого-нибудь... Маяковского, там, не знаю. Маяковский. Вот мой... Вот если бы Маяковский был бы на Версусе, я бы за него голосовал. Вообще. Я бы даже... Не знаю. Вот все бы усилия приложил. Потому что... Сейчас мы найдем... Лучшее. Поперечный общаешься? Нет, не общаюсь. Твоя жена говорила тут про озерки. А, ну да, да. Жена и жена. Что-то... Прикольно. Вот смотрите. Вот я бы хотел, чтобы Версус был вот такой вот. То есть... Улица провалилась, как нос сифилитика. Река сладострасти, растекшаяся в слюни. Отбросив белье до последнего листика, сады похабно развалились в июне. Ну вот сразу сколько образов, сколько атмосферы. Это же прекрасно. Блядь. Вот, кстати, про Юлика. Смотрите, Маяковский писал про Юлика. Я вышел на площадь, выжженный квартал, надел на голову, как рыжий парик. Людям страшно, у меня изо рта шевелит ногами непрожеванный крик. А, я неправильно, видимо, прочитал, да? Ну, не и так проинтонировал. Там было что-то такое. Так, так, так. Забавно. Обожаю Есенина. Ну, и Майковского, как бы, обожаю тоже. Приезжай в Крым. Нет, не приеду. Так, ты чувак, который, как тебя зовут, как тебя звать, как тебя звать, я тебя забаню, нахуй, если ты будешь спамить. Фароу нравится. Фароу ху правильно писать. Есенин круче. Есенин круче в некоторые моменты. From free, from can. Скучно. Какой у тебя рост? 180. Когда, 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 ютубер, когда ютуберов критиковать буду? Скоро. Могу прямо сейчас. Топ, 100. Топ 500. Обожаю топ 500. Удивительно. Порог вхождения в топ 500, это уже 150 тысяч подписчиков. То есть, раньше, я еще помню, было 50 тысяч. То есть, 50 тысяч, ты мог оказаться там вместе на 480. Сейчас, нет, все, типа, никого уже не удивляет. 100 тысяч подписчиков. Клуб Винкс русский. Прикольно. Имеет 162 тысяч подписчиков. Как тебе, Янг Ли Лин Э? У Маяковского портрет, у ресторатора портрет Маяковского на плече. Ну, шарит, значит, типа, это круто, раз так. Ильич Шоу. Ну, ладно, это уже отдельная история. Тут все давно мертво. Гном в клубе. Не, я не хочу, как бы, опять касаться. Скучная тема. Давайте лучше о чем-то и везотенциальном поговорим. Как тебе Беларусь в целом? В целом, в Беларуси я не был. Я был в Минске. Минск хороший город. Там, действительно, простите, работают только до 11. Там очень резкая, как понос метро. То есть, двери, знаете, как вот в Питере, да? Дверь закрывается, и ты понимаешь, что ты можешь еще вбежать. А если ты вбегаешь и понимаешь, что в метро, да, дверь исходится, ты можешь засунуть руки туда и, в принципе, развести и заползти в вагон, и все будет норм. В Минске же, блядь, если двери закрываются, значит, двери реально закрываются, очень быстро и поезд сразу поехал. Все. Типа никого, блядь, не ждем. Это раз. Во-вторых, он трогается так быстро, что устоять очень сложно. То есть, в Минске все происходит как-то, ну, в метро, по крайней мере, очень резко. Он едет быстрее, он останавливается более резко. То есть, ты падаешь, улетаешь. Вот. У меня много каких-то заметок, там, про Минске, я думал ролик сделать, но потом подумал, да ну нахер, надо было на месте делать. Вот, если бы ко мне приехала моя Озма, блядь, или если бы я как дурак не продал бы свою GoPro, я бы, возможно, снял там на месте выпуск. Ну вот, я вам сейчас рассказываю, типа, поэтому давайте уж подпишитесь на канал, все такое. Как-то так, знаете, социальный договор. Резкий как понос. Да, возможно, резкий как удар в ебало, когда ты пьяный. Да, да, когда ты пьяный, короче, у тебя же все так замедляется, и когда тебе прилетает в лицо, ты думаешь, блядь, как этот парень так сделал? Как? Как он мог так ударить? Я вот его еще вижу, он еще говорит, типа, дай сигаре, а тут уже кулак твой, как бы, его у тебя на лице, и ты теряешься, типа, ну, блядь. Вот такой примерно резкий поезд в Белоруссии. Там жетончики, они пластиковые, я показать могу. Ходите, покажу, понятно? Так, 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 так. И ты задумываешься о жизни. Да, я задумываюсь больше даже не о жизни, потому что жизнь, это то, что я знаю, как мне кажется. Потому что жизнь, это и есть я. А я больше задумываюсь о смерти. Знаете, в военкомат, когда приходишь, там, если у тебя есть какие-то подозрения, что ты немножко пизданутый, ну, немножко совсем, то тебя просят заполнить тест психологический. У меня всегда были тройки по этим тестам. Я, клянусь, я не саботировал, я просто отвечал всегда так, как, ну, как я считаю нужно, как я считаю правильно. То есть не вру. И там были вопросы, вроде того, думал ты сам о самоубийстве. Да, я думал о самоубийстве. Думаешь ли ты о смерти? Да, я думаю о смерти. И оказывается, ну, там еще думаешь ли ты о том, что там, типа, люди за тобой наблюдают. Да, блядь, я думаю об этом всегда. Даже когда, ну, то есть я был, как говорит Виджелинг, ноунеймом, да, никому нахуй не думал, не нужен. Я думал о всех этих вещах. Не потому, что я был параноик, и за мной там Хованский со своими шпионами следил. Нет. Просто потому, что это нормально анализировать себя, анализировать мир вокруг, анализировать то, что... Я не служил, нет. И эти вопросы, вернее, эти ответы мои на те вопросы оказались неверными. То есть это я абсолютно не пригонен для службы в армии. Служат, как известно, эти, знаете, у собаки есть, типа, берешь печеньку, ну, если ваша собака любит печеньки, моя любила, и такая, типа, служить, 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 служить. И она такая, типа, хуяк. Ну, нет, она тоже Дева Мария. Я такая, все, служу Господу и тебе. Вот такая история, понимаете. Да, я задумываюсь больше смерти, потому что, ну, что в жизни задумывается. Я уже, как бы, много чего понял, много чего узнал. Какие планы на 2016 год? Так. Ну, сделать один парадигмальный сдвиг от Ютуба немножко отодвинуться, ну, то есть, чтобы он был не совсем всем, а немножко, как бы, уполовинить его влияние на меня. Уйти немножко, попытаться, по крайней мере, сместиться к искусству, потому что Ютуб, как говорится, это нихуя не искусство. А у меня амбиции есть, чтобы хотя бы свой поганый нос со своими глубоко посаженными зырками засунуть куда-нибудь подальше. Какие аккорды чаще всего ты используешь? Блядь, это очень просто. Жене года, наверное. И чё? Чем это закончилось? Поехал же головой окончательно. Нет, не заряжается телефон. Дешёвый кабель за 200 рублей не всегда помогает, как оказывается. Не знаю уж, как будет. Либо заканчиваем очень скоро, либо нет. Оф. Так, 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 так. Спасибо, Дима. Благодаря тебе я полюбил Джимми Карра. Уж лучше бы благодаря мне ты полюбил меня, приятель. Я не очень, не очень обрадован этой новостью. Ну, хотя, в принципе, полезно. О, кажется, заряжается. Да? Да, да, заряжается. Мы, тебя и так. Так, окей. Тогда следующая ночь на земле. Вообще, по идее, ночь на земле должна была быть вчера вместо перископа в ад. Потому что я писал, многие из вас, ну, я думаю, кто-то из вас сидел со мной на этой трансляции, я записывал ночь на земле, а вот здесь были вы, и вы смотрели через мое плечо, ну, те, кто здесь был, и наблюдали за процессом съемки ночи на земле. Но прикол в том, что я, ну, тупой. Такое бывает. То есть, люди, которым вам нравится, они могут быть тупыми. Вот в тот день, вчера или позавчера, я был тупым, объективно. Потому что я источник звука второй поставил тот же, что и первый. Поэтому у меня записался только голос собеседника. В принципе, можно было сделать такой арт-хаусный видос и вместо меня сделать комментарий, типа там я что-то говорю и идут субтитры. Но я подумал, ну, это перебор уже будет, как бы отмазаться, что это арт-хаус, а я декадент. В этот раз не получится таким образом. Поэтому решено было удалить Shift Dell'ом окончательно, нахуй. Хотя, в принципе, может быть, и есть еще? Ну-ка. Нет. Нет-нет-нет, я удалил и, в общем-то, нисколько не жалею об этом. Потому что от говна надо избавляться как можно быстрее. У пидора Микуса меньше зрителей. Ну, так ладно, дело ведь не в зрителях, дело в как бы в полезности информации и моментах доставления, что ли. В ВЛГ давай гони. Да почему я должен гнать-то куда-то, господа? Давайте лучше мы будем вместе посредством видеоцифровой связи. вы будете там, я буду здесь, вы будете в моем сердце, я буду в вашем сердце. Сердце это же орган эмоций, так ведь, да? Ты охуенный, согласен, но это не так. Ну, то есть, как бы, почему согласен, но это не так? Потому что лезть, она заходит в человеку лучше, чем критика. Критику человек говорит, да кто он такой, блядь, это ничтожество нахуй, заходишь на его канал, а он там Майнкрафт играет, да если человек тебе говорит, типа, ты крутой, ты не заходишь к нему на канал, чтобы оценить, типа, достоин ли он того, чтобы говорить хорошие вещи, поэтому я стараюсь, типа, себя отучать от того, чтобы принимать, принимать паховолу, потому что, иначе ты стопоришься. Кал пробовал? Нет, к сожалению. Ну, то есть, потому что система ценностей не позволяет. Я думал бы, если бы моя система ценностей была бы такой же, как у тебя, приятель, я бы, конечно же, попробовал. Почему спрашивают, почему я думаю, что ты пробовал? Потому что люди обычно, я уже говорил, спрашивают, потому что им интересно, имеет ли тот человек, которого они вопрошают, те же качества, что и они сами, то есть, инициализация свой и чужой. Если, например, у меня на стриме фанат Радиохат, он спросит, какой альбом Радиохат тебе нравится больше всего? То есть, понятно. Если человек спрашивает, пробовал ли ты кал, наверное, он любит, как бы, экскременты дегустировать. Не знаю. Привет из Беларуси. И тебе привет, Беларуси. Мой кот не верит в Бога. Что делать? Познакомим его с котом-богоедом. Есть такой философский кич по поводу религии. Докажи, что кота-богоеда нет. Он Бога съел, между тем. 15 м лайков, ого, что значит 15 м лайков? Привет из Новосибирска. Привет, целевой привет. Дал бы молка. А, не, не, не. Я, понимаете, как бы, в чем дело? Я не дал бы даже Александру Глебовичу невзоровому, невзоровому и молка вместе взятым. Дело в том, что мне просто это не доставляет удовольствия. Я не понимаю, как можно делать то, даже из уважения к человеку, что тебе не доставляет удовольствия. Ну, в принципе, я не могу представить себе, что мне понравится, как кто-то долбит меня в сраку. Серьезно, вообще никак. Но, можете меня спросить, там, дал бы, например, Эми Уайт Хаус, если бы она была жива. Да, возможно. Дал бы, там, любой женщине на планете. Ну, как бы, с некоторыми оговорками. Есть такие люди, у кого Ларин завис. Я думаю, у многих, потому что связь нестабильна. Ларин, скоро будет новая стендап программа. Это несложно. Могу написать, но мне сейчас надо написать другие вещи. Дима, прочитай, прочитал Бог, как иллюзию, стоит ли читать Эгоистичный ген. Да, 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 Эгоистичный ген обязательно надо читать. Вот, слепой часовщик не надо. Ну, то есть, ты можешь его почитать, но это тяжеловатая книга. конкретно уже не научный опыт, научная литература. Прямо там тяжеловато. Я весь, блядь, приплевался, когда читал ее. Эгоистичный ген, да, очень-очень дельно. Ларин, создаешь секту? Создашь секту? Вопрос. Вообще, надо как бы это, создал ли ты секту? Спрашивать. Снял бы чего-нибудь поперечным. Это комбо. Но у нас было уже комбо. Ларин, когда будет, Ларин против, это постоянно. Вся моя жизнь, блядь, это Ларин против. Возможно, мой фильм будет называться Ларин против in the movie. Мы уже его секта. Да, да. В принципе, кстати, Ларин против, двухчасовой Ларин против. Как вам такая тема, типа, сделать двухчасовой Ларин против, снять это на Blackmagic с Виджелинком, и на выходе просто, блядь, склеить это, не знаю, добавить спецэффекта, спецэффекта, когда будут меняться кадры, всякие взрывчики, пшш, пшш, и задвинуть это, блядь, на какой-нибудь Central Partnership, чтобы они крутили по всей России. Вот это будет дичь, нахуй. Абсолютно сумасшедший фильм. Сука, совершенный арт-хаус. Но я думаю, никто не придет такое смотреть, потому что 500 тысяч человек, это все-таки, ну, даже если брать каждого 60-го, да, как идет конверсия, расчет, конверсия, расчет в интернет-магазинах. Каждый 60-й, который заходит по запросу, например, купить кулеры, да, в магазине, он покупает. То есть, 500 тысяч, сейчас посчитаем, калкаксе. Ну, пусть будет тогда 800-800 тысяч человек. Делим на 60. Итого придет 13 тысяч человек. Умножаем на стоимость билета. Получается, стоимость билета, ну, пусть 200 рублей, да, ну, давай 200 рублей средний. Получается, раз, два, три, получается 2,6 миллиона рублей. В принципе, да, но я думаю, издержки прокатчиков, они больше. Но, опять-таки, если вычитать то, что мы рекламу не будем делать, да, можно сделать такую, типа, дичь, типа, ларим против кино. Два часа. Серьезная заявка, друзья. Ты слишком про дебаты Демах и Антео. Да неинтересно мне, как бы, совершенно. Так, зачем? Павлова читают, зачем? Да я не читаю Павлова. Я знаю основные. А, зачем Павлов в подписках? Подписка? О, он меня удалил. Вот сукин сын. Блять, убью. Хавана, босрош, нахуй с ним, пересекаться на вершин. Ну, беда в том, что не все это понимают. Вот это будет последняя жирная точка. Но, свою религию гоу, фу. Я в перископе подписан на Павлова? Ты серьезно? Ну-ка. Ну, ладно, короче, как только да, блять, давайте я перезапусту трансляцию. Меня это как бы удивило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова